И сегодня я буду говорить о числах, счёте и других математических понятиях в культурах разных типов. И начну я, представьте, с животных, то есть я начну с биологических истоков нашего человеческого счёта и числительных, что есть у животных. Представьте, открытия начинаются с довольно ранних этапов эволюции, а именно с попугаев. Ну, мы все знаем, что попугаев в состоянии воспроизвести некоторые звуки человеческого голоса. Но обычно мы думаем, что когда что-то повторяется, как у попугаев, как попка повторяет, это значит, что смысла нет. На самом деле есть смысл. Оказывается, что некоторые виды попугаев в состоянии понять смысл отдельных знаков, отдельных слов, которые они научились произносить. Американская специалистка по зоопсихологии держала у себя дома попугая, которого она звала Алекс. И Алекс оказался способным произнести английское числительное «сикс-6». Ну, знаете, «сикс» состоит из нескольких согласных, которые похожи на такой свист, издаваемый и птицами тоже, и в середине гласной, которую тоже птица может имитировать. Так что как раз слово «сикс» фонетически по составу этих четырёх фонем, оно годится для воспроизведения звуковым аппаратом, который очень отличен от человеческого. Алекс мог произносить именно в связи с тем, что он хотел получить шесть кусочков сахара. Она кормила его сахаром. Если она ему давала четыре или семь, скажем, кусочков, он произносил что-то другое. То есть он «сикс» связывал именно с шестью. Ну, вот таких достоверных фактов набирается довольно много. Оказывается, что на разных этапах эволюции уже гораздо более высоких типов организации млекопитающих могут произносить некоторые обозначения, которые сигнализируют количество, и малое количество, или очень большие количества. Всё остальное, все возможности счёта точного определения количества – это то, что завоёвано уже людьми, то, что является особенностью человека разумного. Если мы будем обозревать все известные культуры нашего времени, окажется, что почти у всех племён, даже самых, то, что называется, отсталых, то есть находящихся на других, с нашей точки зрения, очень ранних этапах технического развития, у всех племён есть числительные. Но в недавнее время появилась как бы сенсация, я думаю, в какой-то степени ложная. Сейчас об этом поговорим. Предположительно, высказалось мнение, что у одного бразильского племени в Амазоне, около реки Амазонки, отсутствуют числительные вообще. Это племя Пирахан – это последний звук носовой. Пирахан – примерно 200 человек, несколько сот человек осталось. Вы знаете, племена Амазонии вдоль огромной реки Амазонки живут в очень трудных условиях тропического климата. Это гигантские джунгли, сплошной лесной массив с множеством разных растений, опасных животных. И в течение длительного времени Амазония была областью распространения таких племен. Сейчас находятся очень интересные предположения о том, что, вероятно, и в этой области была когда-то высокая культура. Знаете, есть такой общий принцип, к которому я надеюсь еще немного вернуться. Это принцип, открытый нашим замечательным географом, историком Мечниковым, братом знаменитого биолога. У Мечникова есть книга, сравнительно недавно переизданная. Первое ее издание было в Париже, он был эмигрантом, народовольцем. А потом ее издали в 1918 году после революции. Вот недавно переиздали. Это «Цивилизация и исторические рейки». Мечников открыл, что все великие цивилизации, с которыми знакомы мы сейчас, Египет, Месопотамия, то есть древние Вавилоны, Осидия, древний Китай, Индия, протоиндская культура. Все они расположены у гигантских рек. Но сейчас эту точку зрения подхватил известный молодой американский антрополог Эхини. В недавно вышедшей книге он утверждает, что вот эта система основных мировых рек – это самое древнее, что мы видим в ранней мифологии. Ну, это вопрос дискуссионный, но так или иначе Амазония, возможно, когда-то была областью очень древних культур. А сейчас мы видим очень отсталые по технике племена на грани вырождения в разных отношениях. Но, тем не менее, они сохраняют свою организацию. Не все изучены, вы знаете, есть такие племена, которые не хотят вступать в контакт с европейской развитой цивилизацией. Они всякую попытку приближения рассматривают как агрессию и начинают агрессивно отвечать агрессору. Вот такие племена пока что принесли только жертвы. Те, кто пытались их изучить, погибали, а других просто не нашлось, кто бы повторил попытку. Ну, таких племен мало, так что в основном Амазония изучена, но в самые последние годы. Среди изучавших Амазонию было много священников. Священники часто несут такую вахту, сообщение основ нашей цивилизации представителям ранних, так называемых, первобытных культур. И это было и так с этой культурой пирохом. Там, в частности, работал американский исследователь Эверетт с семьей, с женой и детьми. Они всей группой, всей семьей пытались обучить пирохам числительным, которые в языке пирохам отсутствуют. Вообще, основной язык Бразилии, как вы, вероятно, знаете, португальский. И в португальском языке есть числительные. Так что многие из учившихся знали, что вообще числительные бывают, но не знали, как это сказать на языке пирохов. Но некоторые знают только пирохов, они не знают португальского. Потому что это действительно такое вот глухое место, где не обязательно знать основной язык страны. Ну, что они заняты охотой и рыболовством. Для этого можно и не знать никакого другого языка, кроме того, который дома принят. А дома принят пирохов. Который был основным языком на протяжении последних веков. И представьте вот такая проблема. Что они могут выразить на этом языке? Они могут выразить понятия очень мало. Ну, один в сущности. Вы знаете, что представление об одной звезде довольно рано возникает у маленьких детей в разных культурах. С другой стороны, очень много. Очень много связано с определенным видом счета. Если индейец пирохан хочет сказать, что чего-то очень много, он может вам показать пять пальцев правой и левой руки. То есть всего десять. Но одновременно они, конечно, ходят босиком. И одновременно он может показать по пять пальцев левой и правой ноги. То есть всего будет двадцать. И вот двадцать – это потолок того, что он может выразить. То есть нельзя сказать, что это числительное двадцать. Но это жест, который показывает четыре группы по пять. Вот это максимум того, что в обычной культуре пироха можно сказать. Но вообще есть слово с означением «очень много», «вообще очень». И вот это «очень» означает, в частности, очень много, двадцати, даже больше, чем двадцати. Эверетт и его жена развелись и вступили в спор. Жена, которая тоже знает язык, всё-таки склонна не преувеличивать и думает, что это люди, которые всё-таки по-португальски могут сказать. И, в общем, какое-то представление о точности некоторых числовых, цифровых обозначений у них должно быть в быту. Поэтому это такой очень спорный вопрос. Но мы, лингвисты, подходим к этому с несколько другой стороны. Я об этом говорю, потому что это продолжающаяся дискуссия. Вы знаете, в пираху есть и некоторые другие интересные особенности. Это, в частности, язык с наименьшим числом фонем. Сейчас большинство основных звуков, звуковых типов, которые различают слова, ну, как в русском языке, скажем, «м» твёрдое, «ме» мягкое, или «т» твёрдое, «т» мягкое, «рат» и «рать». Вот такие различия отдельных слов от того, что в них разные фонемы, разные звуки, Таких различий во всех языках мира очень мало. Звуков вообще человек может произнести колоссальное количество. Буквально миллионы звуков мы можем по-разному произносить нашими органами речи. Но во всех языках очень малое число различий служит для разницы между словами, между знаками. То есть вот мал и мял, русские м, мя, они различаются, потому что это две разные фонемы, два разных типа звуков. Таких типов звуков во всех языках примерно от 10 до 80, ну, может быть, 90, не совсем достигает 90. 80-90 в некоторых наших северокавказских языках, в Дагестане в частности. Но наименьшее число языков известно в бассейне Тихого океана, начиная от айнского, вымершего языка древних обитателей Японии. Я разыскал некоторых айнов на острове Хоккайдо, так что я слышал, как говорят на этом языке. В нём очень мало фонем. И в некоторых языках австронезийских, на островах Тихого океана, тоже мало фонем. Но это малое число всё-таки вокруг десяти, но не приближается даже к десяти. Вот пираха – минимальное число фонем. И возникает такой вопрос общего характера. Вот это язык, которым нет того, что есть во многих других языках. В других языках очень много фонем, до 80-90. А в этом языке едва-едва получается 10 фонем. И это касается и некоторых других грамматических особенностей языка, которые просто отсутствуют в нём. И вот отсутствуют числительные. Мы, лингвисты, имеем дело с двумя основными возможными объяснениями. Либо это действительно что-то уникальное, что-то оставшееся от древних времён. Но каких древних? Это ведь тогда до-человеческая культура, если нет числительных. Другое предположение, которое всё-таки мне представляется бесспорным, это что, по-видимому, пирахан утрачены числительные. И утрачено, сравнительно, позднее время. Ну, мы для восстановления древнего языка пользуемся сравнением с другими родственными языками. Близко родственных языков к пираханам пока не обнаружено. Но всё-таки есть некоторые языки, отдалённо его напоминающие. То есть они могут быть очень древними родственниками. Там между ними должно быть несколько тысяч лет. И вот в таких ранних языках Южной Америки, и в частности тоже Амазани, обнаруживаются везде числительные. Поэтому я склонен думать, что всё-таки это результат распада. Результат того, что язык, благодаря сложным социальным условиям, среде, в которой он находился, теряет некоторые свои элементы. Но есть такой общий закон развития, в частности, сформулированные на большом материале разных систем знаков нашим великим психологом Львом Выгодским. Этот закон гласит, что в языке, но и в других системах знаков обычно распад системы происходит в порядке обратном развитию системы. И в самом деле мы знаем, что у маленьких детей числительные появляются не сразу. В их собственной речи. Хотя они слышат числительные в языке родных, семьи, с кем они говорят в раннем детстве. Но они сами начинают повторять значительно позже. Я помню удивление, когда я стал заниматься языком детей, удивление от того, что я встречал маленьких детей, которые знали, что на небе там одна-две звезды, но уже не могли сосчитать три-четыре звезды и так дальше. То есть человек постепенно выучивается вот этим первым числителем. Поэтому кажется вполне естественным, что эти сравнительно поздно выученные числительные, которые заполняют пространство между очень маленьким числом, но практически вот этот один-два, и очень большим числом, которые в разных языках, в разных культурах, вот весь этот промежуток, он возникает в речи ребенка, пока ребенок обучается родному языку, и он же может исчезнуть, как он исчез в пирахах. Значит, я буду исходить из этой гипотезы. И в таком случае первое, что мы можем решительно утверждать, что во всех языках мира есть числительные. Но, оказывается, есть одна общечеловеческая черта, которая, мне кажется, крайне интересна, потому что она может помочь нам понять многое вообще в ранних человеческих культурах, и, главное, в ранних человеческих семиотических системах, то есть системах знаков. Оказывается, для числительных во многих культурах характерно то, что они обозначаются сначала жестами, а потом уже звуками. Их звуковые обозначения – это слова, которые описывают жесты. Вы знаете, я специально занимался сравнительно недавно этим вопросом, потому что меня очень заинтересовали, как, впрочем, и некоторых других ученых, новые данные о языках, которые сейчас географически расположены преимущественно в одной части острова Новая Гвинея. Вы знаете, такой большой остров к северу от Австралии. Очень большой остров. А также некоторые из этих языков, о которых я буду говорить, находятся и в самой Австралии. Мы сейчас знаем, что, согласно исторической географии, на самом деле люди заселяли эту область ещё когда Новая Гвинея, Австралия и другие окрестные острова, ну, часть того, что сейчас Индонезия, принадлежали, на самом деле, полузатонувшему материку. Ну, материк сейчас по названию одной пристани, он условно в научных работах называется Сахул. Сахул. Этот материк Сахул несколько тысяч лет назад начал тонуть, ну, была такая морская катастрофа. Дно моря вообще меняется, и есть несколько больших мировых катастроф, которые уничтожали некоторые древние цивилизации. Сейчас мы их постепенно начинаем обнаруживать, выглядая морской археологией, новая наука, которая исследует дно моря. Ну, вот, в частности, Сахул был, видимо, заселён интересными несколькими группами древних людей, и наших очень далёких родственников. А интерес в последние годы у многих учёных к этой области возник, потому что оказалось, что обитатели Сахула, так называемые папуасы на Новой Гвинее и некоторые австралийские племена, обнаруживают генетическое, по составу генома, по генетическим признакам, обнаруживают большое сходство с недавно найденным типом пролюдей, денисовцами, о которых мы с вами уже упоминали в предыдущих лекциях. Вот это открытие привело сейчас к большому интересу, к тому, какие были знаковые системы на Сахуле. И оказалось, что в целом вся эта область до нашего времени характеризуется тем, что существуют особые способы обозначения чисел больших, чем 20. Я вам, значит, уже сказал, что мы можем пользоваться одной рукой правой, другой рукой левой, для того, чтобы считать по пальцам 1, 2, 3, 4. Во многих языках мира числительные, соответственно, называются, ну, скажем, 10, 10 – это, значит, обе руки, 10 минус 1. Вы знаете, так пишется латинская числительная 9, там пишется единичка, и потом знак для 10, такой перекрещенной 2 линии. Это значит, что 9 обозначалось как обе руки минус 1 палец. И так называется это слово и в этрусском языке. Если звуками сказать, то по-этрусски это будет то же самое. То есть будет сказано 10 минус 1, а смысл этого будет 9. Также 4 обозначается как 5, то есть одна рука, минус 1 палец. 4 – это 5 минус 1. Вот в этрусском языке, который повлиял на латинское письмо, используется этот принцип так называемых римских цифр, то есть той системы обозначений, которая была принята в Древнем Риме под влиянием этруссков. А у этруссков это, видимо, древнее наследие от некоторых их более ранних предков, которых мы сейчас постепенно что-то узнаем. Так вот, вернусь к материку Саху и к острову Новая Гвинея и к тому, какие там, возможно, числительные. Оказывается, 20 – это ведь не то число, которым ограничивается обязательно число предметов, которые нас интересуют. Представьте себе, что у нас в доме больше, чем 20 каких-то интересных для нас вещей, ну, скажем, циновок на полу. А как обозначить 21, 22 и так далее? Во всех языках тех племен Австралии, Новой Гвинеи и некоторых других островов на грани Тихого океана и Индийского океана, во всей этой области возможны числительные, которые обозначаются названиями разных частей тела, ну, в основном области выше пояса, потому что обозначения одинаковы в языках, которые используют мужчины и женщины, поэтому нет различий, связанных с половыми различиями. А всё, что выше пояса, всё может быть обозначено, то есть можно ссылаться на одном плечо, на другое плечо, на шею, на подбородок, на губы и так далее. Представьте, это система обозначения, которая была принята на всём протяжении острова Новой Гвинеи и, по-видимому, на всём протяжении затонувшего материка Сахул. Сейчас достаточно много данных для этого, и можно думать, что это такая языковая универсальность. То, что числа в целом ряде языков, вероятно, даже в подавляющем количестве древних языков мира, обозначались жестами, то есть указаниями на определённую область человеческого тела. В большинстве языков материка Сахул обычно различаются одна половина тела и вторая половина тела. И сначала считаются те элементы, которые находятся с правой стороны, соответствуют левому полушадию человека, обычно доминантному, главному для речи. Затем считаются предметы, которые находятся в противоположной половине тела. То есть то, что человек устроен симметрическим образом, это оказывается основным принципом для описания подсчёта чисел. Я хотел бы сказать, что этот принцип пальцевого счёта и счёта, который имеет в виду разные части человеческого тела, он, по-видимому, очень древний, и он в этом смысле важен не только для нас, мы сегодня рассматриваем главным образом числа, чем характеризуются числа в разных культурах, но нам интересно понять вообще, как устроены человеческие знаки, слова. И здесь намёк на то, что многие слова звукового языка возникают из названий определённых жестов. То есть возникает проблема, то весьма вероятно, что наши очень отдалённые предки, ну, может быть, и такие предки, которых мы считаем неандертальцами или денисовцами, они в большой степени пользовались прежде всего жестами. Ну, я сначала приведу некоторые интересные доводы, которые относятся всё-таки ещё к числительным, а потом перейду к такой более общей проблеме. В какой степени из этого можно сделать вывод, что подобно тому, как числительное первоначально это название некоторых жестов, подобно этому вообще возможно жестовое происхождение, ну, хотя бы части наших человеческих устных языков, которые сейчас на данном этапе состоят из слов, которые складываются из фонем, из отдельных звуков. А вот предполагается, что, возможно, более ранний этап это жесты. Вы знаете, мне кажется, очень интересным одно открытие, которое было сделано почти сто лет назад великим египтологом немецким Зетте. он прочитал одну египетскую стихотворную запись, которая передает диалог на том свете. Вы знаете, что происходит с человеком на том свете? Ну, египтяне думали, что у каждого фараона есть такой двойник, который не умирает, а путешествует во время. поэтому часть египетских представлений связана с таким двойником фараона. Так или иначе, или сам фараон, или его двойник прибывает на тот свет, а там находится кто-то, кто охраняет доступ на тот свет, ну, то, что у других народов потом это называется рай. И вот фараон должен попасть в рай, поскольку это такое великое существо, выше всех остальных граждан, и ему положено высокое место на том свете. Но его туда должен доставить на корабле, на каком-то судне такой специальный проводник, знаете, как у греков был Харон, который провожал души на тот свет. Вот такой же был и в Египте. И вот когда этот египетский проводник привозит мёртвого фараона, душу его, на тот свет, привратник, тот, который впускает в рай, говорит, а кого ты мне привёз? Не привёз ли ты мне такого человека, который не умеет сосчитать свои пальцы? То есть оказывается, что пальцевый счёт это одна из важных особенностей человека, без которой не будет даже хода на тот свет в рай. Спрашиваем, мы в наших культурах, там, где есть религия, можем задавать вопрос, как человек попадает в рай. Но вот в Египте один из ответов был такой. Для этого ты должен сдать стишок. А стишок такой, в нём перечисляются пальцы одной руки и сообщается, какой палец какому числу соответствует. То есть оказывается, что это одна из главных частей главных сторон культуры. Был в Америке такой замечательный молодой исследователь по фамилии Кашинь, он жил в середине девятнадцатого века, то есть уже, значит, больше, чем полторы тысячи лет, больше, чем полтора столетия назад. И Кашинг жил в таком штате, где ещё было очень много индейцев одного определённого племени. И Кашинг их изучал. Ну, ему, как мальчику, было очень интересно, что они делают. Индейцы умеют очень много вещей делать своими руками. Поэтому Кашинг старался научиться совсем маленьким ребёнком, старался научиться искусству ремесленников этого индейского племени, племени. И попутно он узнал многие секреты этого племени. И он понял, что индейцы могут думать руками. Вот так, как нам свойственно задуматься, и мы начинаем что-то перебирать, какие-то мысли у себя в голове, и мы знаем, мы убеждены в том, что это наша голова думает. Наверное, это так, потому что он знает, что если с головой что-нибудь не так случается, то довольно печальные последствия для наших мыслей, для нашего языка. Об этом мы как-нибудь ещё поговорим. А вот некоторые индейцы могут таким же образом думать руками. Кашинг напечатал очень давно, в конце 19 века в 892 году в журнале American Anthropologist Американский антрополог статью под названием Manual Concepts «Ручные понятия». И там он предложил такое описание индейских способов мышления, которые исходят из того, что индейцы могут думать не только головой, но и руками. Вы знаете, это очень интересная соображение, потому что оно, вероятно, многое объясняет в любом из нас. На самом деле, нельзя так думать, что мы обречены только на то, что наш мозг за нас что-то думает. По-видимому, человеческий организм в целом участвует не только отдельными частями мозга, но весь организм в целом участвует в процессе мышления, и, вероятно, в этом смысле нужно иметь в виду и то, что открыто этим замечательным американским антропологом. Его мысль оставалась почти без продолжения, хотя на замечательность этой мысли обратили внимание многие замечательные этнологи, но я вот буду рекомендовать вам всем прочитать книгу французского антрополога Леви Брюля о первобытной мысли, и там он называет эту идею Кашинга гениальной. Я склонен с ним согласиться, но интересно, что эта гениальная мысль была переоткрыта, но на основе того, что узнали через Леви Брюля о Кашинге, была переоткрыта нашими выдающимися психологами и людьми искусства, я вот довольно много этим занимался, это сравнительно малоизвестный факт, 30-е годы великий наш кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, который много занимался с одной стороны психологией и искусством, с другой стороны антропологией, решил со своими двумя друзьями психологами, у которых были сходные интересы, решил образовать кружок, они занимались использованием разного типа знаков, знаков языка, слов, жестов в искусстве, в частности в искусстве кино, поскольку один из троих был кинорежиссер, и при этом замечательный кинорежиссер, который сам придумывал, открывал новые знаки кино. Эйзенштейн сообщает, что он повторил опыт Кашинга, попытался сам думать руками, и у него это получалось. Но это связано с тем, что он был не только выдающийся кинорежиссер, сам участвовал в съемке фильмов, то, что делается руками, но он вместе с тем был замечательным рисовальщиком, замечательным художником, правда, большинство его сохранившихся рисунков своеобразно по тематике, это преимущественно то, что относится к бессознательным образом, то есть к такому заповедному или тайному языку, который в большинстве культур подвергается табу, запретам, но тем не менее все-таки он был вот именно замечательным художником. Сейчас многие его рисунки изданы, так что вы можете это увидеть. и он занимался теорией того, почему человеку нужно изображать знаки жестов или называть знаки жестов. Называние знаков жестов ведет к тому, что вы обозначаете какие-то части человеческого тела и то, что они делают. То есть, скажем, во многих языках Африки это интересно для сравнения с египетским, но в таком языке, как суахиле, один из наиболее известных африканских языков группы банту или в зулузском языке, который принадлежит к этой же группе. Если вы хотите сказать какой-нибудь числительный типа 16, то в основном вы скажете вот что. Вы расскажете, что на одной стороне тела надо взять скажем пять пальцев одной руки и пять пальцев другой и десять получится. Кроме того, вы можете использовать еще какую-то часть тела, например, плечо, если плечо соответствует определенному числовому знаку. При этом вы скажете, что слева берете такие-то знаки, справа берете такие-то знаки. Это будет использование ручных понятий. Мы склонны думать, что древние предки людей вели себя похожи на антропоидов. У всех антропоидов есть несколько основных звуковых сигналов. То есть у них есть что-то похожее на наше восклицание «ай», «ой». То есть скажем, если шимпанзе или орангутан или горилла испытывают какие-то трудности, они могут воскликнуть «ой» или «ай». Но на своем языке, то есть это будет некоторое обезьянное звуковое жест, которое в состоянии произвести речевой аппарат обезьяны, у них рот устроен совсем не так, как у людей, поэтому звуки будут не такие. Но что-то похожее на наше междометие у обезьяны может быть вырваться. Но оказывается, у обезьян таких звуковых элементов очень мало, а вообще шимпанзе в состоянии воспринять гораздо большее число жестовых сигналов, ну, например, языка глухонемых, о чем мы говорили, я вам рассказывал о Кензе, карликовом шимпанзе Бонобо, который в состоянии даже понять кое-что в английской звуковой речи, но это уже следующий этап, следующий за овладением жестами. Значит, мы думаем, что раннее движение было от языка жестов к языку слов, и это движение мы видим также в числительных, то есть история числительных такой культуры, как пирахан связана с вот этими общечеловеческими свойствами. Есть некоторые интересные данные нейропсихологии. Нейропсихология это та часть изучения психики человека, которая за последнее время, но в особенности в 20 веке и в начале нашего 21 века нейропсихология пытается многие психические достижения человека связать с тем, что может делать его высшая нервная система, в частности мозг. Одно из интересных открытий принадлежит немецкому врачу и психологу по имени, по фамилии Герцман. Герцман работал в Германии, потом вынужден был эмигрировать после прихода Гитлера в Сувкан, как многие крупные немецкие ученые бежали от Гитлера. Ну вот Герцман принадлежит открытию, которое называется синдром, то есть знаки болезни Герцмана. Оказалось, что при определенных поражениях некоторых специальных областей мозга возможно одновременные трудности вот в каких сферах поведения человека, то есть ну, кстати, там, психики человека, человеку становится трудно или невозможно считать, то есть исчезает счет совсем, исчезает способность распознавать пальцы, то есть оказывается наша способность различать указательный палец, большой палец, мизинец, это довольно важное достижение для культуры, но оно наследуется, человек наследственно способен различать какие-то названия и, соответственно, какие-то жесты этих пальцев, и с этим связана система числительных в любом языке мира, ну вот я вам уже разобрал возможные исключения, по-видимому, их нет, а если отвлечься от этих недавно обнаруженных исключений, то в целом в любом языке существует след древней жестовой сигнализации, вы знаете, наши числительные, такие как английская «тен», «десять», как русская «десять», и как соответствующие числительные в других индоевропейских языках, восходят к обозначению «две руки», так же, как русские слова типа «пять», «пять» как числительное, «пять пальцев», «пять» связано с такими словами как «пять», знаете, «запястье», то есть «запястье» это то, что за пятью пальцами. Английское «фист», «кулак», английское «файф», это то же самое древнее индоевропейское числительное, которое обозначало «пять». То есть оказывается, что в тех языках, которые сейчас уже используют только числительные, никаких жестов. На самом деле эти жесты скрыты в самих обозначениях чисел числительных, в звуках, из которых состоит то, что мы можем понять в собственной системе числовых, звуковых, словесных обозначений. Значит, еще раз повторяю, к чему нас подводят сравнение с данными зоопсихологии животных, сравнение с данными антропологии, нейропсихологии. Мы приходим к выводу, что у всех организмов, начиная с определенного периода эволюции, возникает способность к обозначению малых и больших количеств. Малые количества связаны обычно с обозначениями пальцев, рук и в какой-то степени ног, но не во всех культурах, но во многих, а также с обозначениями разных других частей человеческого тела выше пояса, и эти системы видимо принадлежали только определенные ветви человечества, в частности папуасам, жителям Сахула. А дальше развивается собственно словесная система, основная на этой жестовой, то есть мы от жестов, которые описывают внешний мир с помощью обозначений частей человеческого тела, мы переходим к обозначению количеств предметов внешнего мира через название частей человеческого тела. Мы постепенно от жестовых обозначений переходим к звуковым словесным, и можно думать, что это процесс, который касался не только числительным. Я собираюсь дальше рассказывать вам о том, какие есть свидетельства довольно раннего формирования математики на основе наличия счета, на основании потребностей общества в том, чтобы производился счет. Я коснусь при этом некоторых особенностях письма покажу, что, по-видимому, некоторые ранние виды письма, открытые в совсем недавнее время, связаны были с необходимостями счета разных предметов, но это уже некоторые детали, а основное в том процессе, который я сейчас описываю, это то, что постепенно язык человека формирует некоторые разнообразные способы счета. Можно переходить от пальцевого счета к счету числительных, и это происходит благодаря взаимодействию разных знаковых систем языка. То, что мы называем семиотическая антропология, то есть наука о человеке с точки зрения знаков, которые используются применительно к нашей области, к области счета обозначения количества, она преимущественно касается двух главных систем, систем жестов, которые связаны с внешностью человека, с его туловищем, с его телом и с важнейшими его органами, орудиями, руками, которые всегда развиваются в связи с мозгом, с головой человека. Вместе с тем на этом материале мы видим, как постепенно осуществляется выход от наглядных, зрительных, простых, осязательных жестов, для которых важно чувство осязания и наше зрение. Мы постепенно переходим к звуковым словесным, в которых важно, что звук несет некоторый знак, он несет обозначение числа. Вот это те общие выводы, которые можно сделать из исследования истории числительных разных языков. А в следующий раз я перехожу уже к тому, как развивается дальше исследование количеств и как возникает абстрактная математика и чем разные культуры различаются с точки зрения своих вычислительных числовых возможностей, включая колоссальное отличие современной человеческой культуры, в которой происходит некоторый взрыв, меняющий всю культуру. Для того, чтобы его понять, нужно понять место нашей современной культуры в серии культур, которые постепенно совершенствовали способы вычисления. Спасибо вам за внимание. субтитры